Все места Писания о пришествии Ишуа эсхатологичны. И когда мы читаем о нем в книге Исаии как о страдающем слуге, мы не сможем уделить этому достаточно внимания сейчас, но мы видим, что его страдания связаны с избавлением Израиля и со спасением всех народов. Итак, тот, кто приносит спасение в 11 главе книги Исаии, и тот, кто страдает в 42, 49, 50 и 53 главах Исаии, одна и та же личность. И эта ссылка очень проста, так как в этом стихе говорится, что Он принесет свет народам. Обетование 49 главы книги Исаии. Это Исаия 49, 6. Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля. Но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу-властелинам. И мы знаем, что здесь говорится об Ишуа. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен. Ради святого Израилева, который избрал Тебя. Эти стихи имеют непосредственное отношение к спасению Израиля. И этот отрывок связан с Новым Заветом Бога. И следующий стих. «И Я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю». «Чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». И затем пятнадцатый стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду Тебя». «Вот, Я начертал Тебя на дланях моих, стены Твои всегда предо Мною». «Сыновья Твои поспешат к Тебе, а разорители и опустошители Твои уйдут от Тебя». Потом девятнадцатый стих. «Ибо развалины Твои и пустыни Твои, и разоренная земля Твоя будут теперь слишком тесны для жителей». И двадцатый стих. «Дети, которые будут у Тебя после потери прежних, будут говорить вслух Тебе, «Тесно для Меня место, уступи Мне, чтобы Я мог жить». «И ты скажешь в сердце Твоем, «Кто Мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же взрастил их? Вот, Я оставалась одинокою. Где же они были?» Это согласуется с благословением народов в отношении евреев. Давайте прочитаем дальше. «Так говорит Господь Бог, вот Я подниму руку Мою к народам и выставлю Знамя Мое племенам». «И принесут сыновей Твоих на руках и дочерей Твоих на плечах. «И будут цари питателями Твоими, и царицы их кормилицами Твоими. Лицом до земли будут кланяться Тебе и лизать прах ног Твоих». «И узнаешь, что Я – Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся». Этого еще не произошло. Помогают ли нам правители народов вернуться обратно в Израиль? Кланяются ли они перед нами? Я знаю, что христиане применяют этот стих в отношении их служения возврата евреев в Святую Землю. И на самом деле, это лишь тень, намек, образ. Лидеры церквей смотрят на себя, как на духовных царей и цариц. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти стихи немного по-другому. Народы изображены здесь, как цари и царицы. И еврейский народ возлюблен, подобно детям. Эти цари и царицы заботятся о детях, как родители. И они опускаются на свои ноги и целуют стопы своих детей. Да, это указывает на смирение. Но здесь не говорится, что их принудили делать что-то позорное. Но правители народов будут преисполнены любовью к евреям. Так же, как и родители в отношении к своим детям. Вот почему я верю, что возвращение в землю происходит после спасения народов. Когда народы обратятся к Богу, будет еще второе возвращение в землю обитованную. Итак, давайте откроем третью главу книги Иоиля. Мы понимаем, что евреи, жившие в первом веке, думали, что они жили в контексте вот таких вот дней. Они не знали, что будет еще одно рассеяние и восстановление. Это поможет нам понять их образ мышления во времена написания Нового Завета. Итак, давайте посмотрим на контекст книги Иоиля. Иоиль видит нашествие саранчи. И если вы никогда не видели нашествие саранчи на Среднем Востоке, то вам будет трудно представить, почему Иоиль говорит о ней как о последнем суде Бога. Помните, мы описали здесь гнев Бога и суд над народами. Нашествие саранчи происходит с такой невероятной силой, что оно закрывает солнечный свет, и среди дня наступает темнота. Звук от саранчи ужасен. И когда она опускается на землю, то съедает все растения. Нашествие настолько опустошительно, что это даже трудно нам представить. В наших странах такого нет. Иоиль смотрит на нашествие саранчи, как на Божий суд. Саранча выступают вместе с шеренгой, как солдаты. Иоиль говорит, бегает по городу, подымается на стены. Великое войско мое, которое послал я на вас. Контекст книги Иоиля – громадное нашествие саранчи. Иоиль призывает Израиль к покаянию. Израиль раскаивается. И Бог благословляет их благоденствие. Иоиль видит этот ужасный суд и называет его «День Господень». Поэтому он заглядывает еще дальше в будущее, чтобы увидеть последний, заключительный День Господень. «Нашествие саранчи служит основанием к тому, чтобы взглянуть на конец времен». И вот как он описывает его. «И вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата». «И это та же долина, что и долина Армагеддон». «И это первый отрывок Писания, где мы читаем о долине Армагеддон, известная также как долина Израиль. «И там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили». «Это удивительно». «Бог использует другие народы, чтобы наказать Израиль, и затем Он наказывает народы, потому что они наказывали Израиль. Обычно из-за того, что они зашли слишком далеко. «И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили». 7 стих «Вот я подниму их из того места, куда вы прогнали их, и обращу мзду вашу на голову вашу». И 12 стих «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Йосафата, ибо там Я восяду, чтобы судить все народы отовсюду». «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Заметьте, что, говорит Исаия, «Мессия давит виноград в поточилях Божьего гнева». Ссылка на этот стих есть в 14 главе книги Откровения и в 19 главе книги Откровения. «Толпы-толпы в долине Суда, ибо близок День Господень к долине Суда». И так же, как при нашествии саранчи, солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. «И возгремит Господь Сиона и даст глаз Свой из Иерусалима содрогнуться небо и земля. Но Господь будет защитой для народа Своего и обороной для сынов Израилевых». В равнистической мысли этот период известен как период боли рождения Мессии. Израиль проходит сквозь страдания и боли родов. Основание этому мы находим в отрывке книги Исаии, которые мы рассмотрели на прошлой лекции. Где Израиль говорит о себе «были беременны, мучились и рождали как бы ветер». Израиль не родил народы. Но затем в том же отрывке Бог говорит, что Израиль родит народы. Бог будет судить народы, вторгнувшиеся в Израиль. И как мы прочитали в 25 главе книги Исаии, суд над народами настолько велик, что излился гнев Божий. Израиль избавлен и покрывало снято с глаз всех народов. И Уиль представляет такую же модель. Где-то за сто лет до того, как об этом писал Исаия. Он пишет «Тогда узнаете, что Я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей, и будет Иерусалим святынью, и не будет уже иноплеменники проходить через Него». «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком». «И все русла иудейские наполнятся водою, а из Дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину сетим». «Египет сделается пустынью, и дом будет пустою степью». «И у Иля 3.20». «А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов». «Я смою кровь, их которую не смыл еще». В этом можно усмотреть небольшую тайну, так как здесь говорится, что Египет сделается пустыней. Но в 19 главе Исаии говорится, что Египет придет к познанию Господа. «Должно быть, Египет впоследствии будет восстановлен от этого опустошения, так как Исаия пишет после пророка Иоиля. И после своего опустошения Египет обращается к Господу и восстанавливается. От Исаии мы узнаем, что это опустошение не навсегда. И еще раз, в 19 главе Исаии Бог говорит, «Благословенный осириане, народ Мой». В наши дни эта местность, эта страна Ирак. Ассирия также правила Сирией после ее завоевания. И благословенные египтяне – дело рук Моих. Израиль должен иметь дело с этими двумя империями на протяжении большей части истории Израиля. Ассириане, вавилоняне, и египтяне приходят к познанию Бога, что описано в 19 главе книги Исаии. Есть еще один очень важный отрывок в книге Иоиля в отношении последних дней. Потому что мы читаем о дне Господнем следующее. Заметьте, что пророки не всегда говорят в хронологическом порядке. Они говорят в разных аспектах, в контексте одной и той же временной рамки. «После чудесного избавления» «После чудесного избавления» «И узнайте, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не постравнится вовеки». Снова и снова пророки повторяют «Что придет день, когда Израиль не будет посрамлен. Что придет день для Израиля, когда он не будет знать поношение». Вот что говорится о том дне. Вы помните, что говорил Иезекиэль в 36 главе? О том, что Бог и зальет Свой Дух на каждую плоть. Иезекиэль говорит, «Дух Новый вложу в них». Но в книге Иоиля сказано, «Я и залью от Своего Духа на всякую плоть». Интересно, что он говорит о всяком человеке, а не только об Израиле. Нельзя на основании этого сделать окончательный вывод, но очевидно, что здесь говорится не только о еврейском народе. И затем он говорит, «Сыны ваши», вероятно, подразумевая Израиль. «Сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Кстати, вот почему я верю, что мессианское еврейское движение должно быть пророческим, харизматическим движением. «И так же на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма». Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. И у остальных, которых призовет Господь. Поэтому сейчас мы можем связать излияние Божьего гнева с погружением в Дух Святой. Приходит ли сила Духа Святого до суда? В отрывке книги Иоиля видно, что сила приходит до суда. Но в Исаии земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, после суда. Все эти отрывки можно рассматривать в общем контексте. Если рассматривать излияние Святого Духа на протяжении всего этого периода, и что в конечном счете приводит к излиянию Духа перед началом Тысячелетнего Царства, или Бог говорит, что земля будет наполнена ведением Господом, как воды наполняют море. Итак, эти события последних дней связаны с мощным излиянием Духа Святого. Вы видите это? И невозможно точно определить, где. В конечном итоге оно здесь. Но в различных отрывках говорится о разных периодах. Также будет окончательное излияние. Удивительно то, что Новый Завет говорит, что описание излияния Духа Святого на праздник Пятидесятницы в Шавуот соотносится с Июлям 2.28. Поэтому каким-либо образом мы должны это применить к Писаниям Нового Завета? Хорошо. Существуют различные способы изучения эсхатологии. Эсхатологию можно изучать тематически. В большинстве систематизированных теологических книг мы так и делаем. Вы говорите, вначале мы изучаем понятия о последних днях. Проследим его во всем Писании. Затем поговорим о судах. Потом о тысячелетнем Царстве. А потом о воскрешении из мертвых. О новых небесах и новой земле. Проследить каждую тему во всей Библии. Но я отношусь к этому по-другому. с библейско-теологической точки зрения. Когда мы рассматриваем надежду пророков в еврейских писаниях, то параллельно мы касаемся всех библейских тем относительно тем и последних дней. Я поступаю так по определенной причине и не использую первый метод. Когда-то я использовал оба этих метода. Но второй метод помогает проследить развитие еврейской мысли. «Поэтому, когда мы подходим к периоду Нового Завета, у вас будет такой же образ мышления, как и у людей, живших в первом столетии. И вы будете понимать ответную реакцию Ишуа». Поэтому мы изучаем эту пророческую надежду. Давайте рассмотрим еще несколько отрывков. Давайте посмотрим книгу «Езекииля». Мы снова вернемся к книге «Езекииля». Я открыл книгу «Езекииля» только для того, чтобы показать общий фон книги «Езекииля». Мы не будем рассматривать книгу Амоса, но только когда подойдем к 15 главе книги «Деяний». Потому что в книге Амоса можно найти очень много параллелей с книгой «Еуиля». Поэтому пропустим ее. Итак, «Езекииля» 37 глава. «Была на мне руках Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». Отрывок Езекииля о долине сухих костей дает утешение нашему народу во времена всех их трудностей. Евреи читали этот отрывок во времена Вавилонского пленения. Они читали его после разорения римлянами. И особенно уместны эти стихи были после Холокоста. Если вы поедете в Яд-Ва-Шем, музей Холокоста в Израиле, в Иерусалиме, то вы увидите большую картину. на ней изображен Израиль разрушенный и восстановленный. И эти стихи более всего применимы к событиям Холокоста, более применимы к этому периоду в истории Израиля. Во-первых, Иезекииль говорит, что кости сухие. Эти кости выглядят так, что их как будто невозможно снова превратить живой организм. Можно было бы сказать, что и после Холокоста восстановление еврейского народа невозможно. Для многих евреев вера в Бога умерла после Холокоста. Но Холокост это манифестация многих вещей. Манифестация грехов народов, ненависти дьявола по отношению к евреям, огромного греха христианского мира, который должен был быть защитником еврейского народа. Также Холокост это манифестация того, что Израиль потерял всю ту полноту своей защиты, которая была во времена его завета с Богом. Очень трудно изучить еврейскую историю народа и не знать, что что-то было неправильно, что история Израиля была наполнена больше проклятиями, чем благословение. Второзаконие. Я знаю смысл страдания евреев. И большинство раввинов и еврейских философов хотят объяснить страдания евреев наиболее позитивным образом. Я принимаю это во внимание. В этом есть смысл. Но также что-то неправильное. Почему у нас нет полноты Божьей защиты? Талмуд говорит следующее что Бог уже не приемлет жертвы, особенно на праздник Йом-Кипур, который был 40 лет до разрушения храма. Что же случилось 40 лет до разрушения храма? Йешуа умер и воскрес. И Йешуа сказал, что Израиль и Иерусалим пройдут через великие страдания, потому что они не узнали времени их посещения. Поэтому в книге Езекииле мы видим полноту этих страданий. И Израиль становится долиной сухих костей. Заметьте в толковании стих 11 «И сказал он мне «Сын человеческий кости сие весь дом Израилев». Вот они говорят «И сохли кости наши и погибла надежда наша мы оторваны от корня». Затем давайте возвратимся к четвертому стиху. И сказал мне «Изреки пророчество на Костисе и скажи им «Кости сухие слушайте слово Господне». И седьмой стих «Я изрек пророчество как повелено было мне и когда я пророчествовал произошел шум и вот движение и стали сближаться кости кость с костью своей и видел я и вот жилы были на них и плоть выросла и кожа покрыла их сверху а духа не было в них». Это удивительно кости соединяются вместе плоть выросла а духа не было в них возвращение евреев в землю до того как они обратятся к Ишуа Вы видите это? Дальше мы читаем «Тогда сказал он мне из реки пророчества духу из реки пророчества сын человеческий и скажи духу так говорит Господь Бог от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых и они живут и я изрек пророчества как он повелел мне и вошел в них дух и они ожили и стали на ноги свои весьма весьма великое полчища в двенадцатом стихе посему из реки пророчества и скажи им так говорит Господь Бог вот я открою гробы ваши и выведу вас народ мой из гробов ваших и веду вас в землю Израилево и 14 стих и вложу вас дух мой и оживете «И помещу вас на земле вашей и узнайте что я Господь сказал это и сделал » говорит Господь заметьте каким образом Иезекииль объясняет это он начинает с возвращения в землю сухих костей и затем Израиль погружается в Дух Святой а также происходит воскресение из мертвых видите все это в тексте и это соответствует тому отрывку из Исаии который мы прочитали когда Израиль наконец-то навсегда найдет свое наследие будет воскресение израильтян праведников чтобы участвовать вместе с ними Иезекииль говорит нам об этом и об этом но он пропускает эту часть затем в 38-39 главах Иезекииля говорится о великой войне я не буду делать особого ударения на эти главы и поделюсь и поделюсь с вами двумя интерпретациями известными на данный момент если бы этому курсу выделялось более четырех расширенных лекций то я смог бы рассмотреть эти главы поэтому более тщательно мы их не будем рассматривать но я хочу вам сказать следующее существует две интерпретации первая из них у Иезекииля есть особое мнение в отношении суда над народами и избавления Израиля Иезекииля остановился где-то здесь между судом над народами и избавлением Израиля но существует еще один взгляд но не относительно Армагеддонской битвы о ней мы читаем в третьей главе Иоиля Армагеддонская битва происходит в долине Иосафата но здесь изображена война более раннего периода война против исламских народов и если вы прочтете то описание народов там не сказано все народы как в 14 главе Захарии или в 3 главе Иоиля там перечислены определенные народы поэтому 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 некоторые люди думают что Езекиил говорит о войне которая происходит здесь существует два варианта либо Иезекиил говорит об окончательной войне особо подчеркивая те народы которые окружают Израиль или же здесь он говорит о более ранней войне войне после возвращения Израиля в землю но еще до начала последней мировой войны и я бы просто сказал идите к Богу и молитесь прочитайте 38-39 главы Изекииля прочитайте 3 главу Иоиля прочитайте 12-14 главы Захарии прочитайте 19-ю главу Откровения и подумайте какому из этих отрывков соответствует отрывок из книги Изекииля он соответствует одному из этих отрывков сейчас мы переходим к книге Даниила которой уделим около 10 минут Даниил пишет во времена Вавилонского пленения и периода Мидо-Персидской империи завоевавшей Вавилон Иоанн Иоанн содействует предсказанному возвращению в землю Израиля Даниил видит огромный истукан во второй главе Даниила Кто из вас читал об этом истукане во второй главе Даниила Я такой великий художник Вам нравится это? Когда-то это будет очень дорого стоить И Даниил говорит снова худоносором и пророчествует о будущем мировых царств Он говорит Навуходоносору Ты голова из золота У нас нет достаточно времени на дебаты но из исторической церкви Вы можете почитать Августина или других деятелей Голова из золота это Вавилон Следующая империя представлена в виде груди Что является империей Мидоперсов Они освободили евреев которые затем вернулись в землю израильскую империю бедро это мощь римской империи И затем в самом низу ступни и пальцы империи последних дней своего рода продолжение римской империи и камень отвалился от горы упал на ноги и все человеческие царства распались и камень вырастает в огромную гору Эти царства вытеснены царством Бога Вторая глава книги Даниила Эта идея повторяется в седьмой главе Даниила и представлена образами животных потом Мессия приходит к Богу чтобы принять царство в седьмой главе Даниила это удивительная личность Мессии божественная личность которая приходит к трону своего отца и принимает царство Даниил повторяет Даниил повторяет здесь такую же модель и говорит что последнее излияние гнева Божьего в судах произойдет после того как царство этого мира прекращает свое существование представленные в виде смешанной вместе глины и железа Даниил также дает нам представление об Антихристе Антихрист возникает из десяти народов или из среды тех десяти личностей поэтому происходит сокрушение правления Антихриста я только хочу сказать следующее что книгу Даниила очень трудно толковать Многие люди говорят что события этой книги относятся к самым последним событиям когда в действительности это не так они исполнились во времена Маккавеев там отчетливо прослеживается личность Антихриста не последнего Антихриста но тот был предшественником тенью последнего Антихриста и если вы посмотрите на войны десятой главы Даниила то сразу станет ясно что та порочная личность по определению Антихриста побежденной Маккавеями но Антиох 4 был всего лишь тенью последнего Антихриста который также описан в книгах Даниила и Откровения Из-за своеродных литературных приемов их трудно отличить друг от друга Еремия говорит о том что будет великое бедствие но та ссылка не совсем ясна но 150 лет начало интерпретация в Данииле chapter 9 такая интерпретация 9 главы Даниила появилась 150 лет назад Гавриил Гавриил прилетел к Даниилу до того как вы уйдете сегодня вечером ваши мозги закипят и Даниил пророчествует в 24 стихе 77 определяют для твоих народ и твоих святых город чтобы закончить трансгрессию чтобы поставить конец в 죄 чтобы отонять за бедность чтобы дать вечериную правильность и закрепить визу и прописи и анонить святых семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего чтобы покрыто было преступление запечатаны были грехи и заглажены беззакония и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были ведения и пророк и помазан был святые святых 77 вероятно 95% евангельских ученых верят в то что этот стих говорит о 70 неделях седьмины это года и это одно из библейских пророчеств которые так ясно предсказывают период длиною в 490 лет другой отрывок Еремии 70 лет плена и и до того 400 лет в Египте потом пророчество объясняет деление этих 490 лет на периоды 490 лет и 490 и 590 и 590 и 690 и так знай и разумей с того времени как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины 77 и 62 седьмины это 483 это 483 но этот период разделен на две части первая часть 49 лет и говорится что в конце 483 лет придет помазанник помазанник это Машиах и конечно христианские историки утверждают что здесь говорится об Ишуа Машиахе поэтому 90% протестантских ученых изучающих историю лютеран реформатор евангелисты все верят что Мессия придет после 490 лет декрет декрет о котором здесь говорится был издан приблизительно 445 лет до рождения служения Ишуа поэтому 483 года приведут нас к времени служения Ишуа У меня нет времени для того чтобы точно подкорректировать календарь но есть много календарей которые это показывают Когда родился Ишуа каким образом приспособит календарь для различных систем летоисчисления Затем говорится И возвратится народ и обстроятся улицы и стены но в трудные времена Поэтому первые 49 лет это года восстановления стены Иерусалима в трудные времена И мы читаем об этом Но потом говорится что после 483 лет или 69 седьмин или же после всего периода длиной 483 лет и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиев и не будет и обычно это толкует как смерть Ишуа А город и святилище разрушены будут народом вождя который придет и конец его будет как от наводнения и до конца войны будут опустошения не не недооценить насколько это пророчество удивительно потому что Даниил предсказывает восстановление Иерусалима и повторное разрушение Иерусалима и храма и до конца войны будут опустошения Иерусалима